здравствуйте мои дорогие подписчики и гости моего канала с вами таша муляр вы на моем канале жизнь без дублей сегодня очень интересный день я себе купила шляпы у мастера у дизайнера шляп у шляпницы но на себя правда так не зовет но мы назовем лидии бондаревой и сегодня мы едем к ней на дачу вместе с вами вместе с валерой в гости прогуляемся по участку и заодно заберем шляпы так что будет примерка шляп обзор чужого дачного участка я сама у лиды никогда не было поэтому посмотреть очень интересно ну а я вот закончила макияж сделала себе прическу ну в общем чтобы мерить шляпы и надела платье с зайцами потому что она должна подойти к одной шляп который я заказывала заказывала я 2 как я сказал шляпа одну такую из серии черти что и боку бантик а вторую такую оля кепочку вот в общем сама в предвкушении в ожидании ой в общем очень волнительно ну и чайку попьем поболтаем посмотрим что там как я говорю всегда подсмотреть что на чужом участке это очень очень интересно потому что получаешь различные идеи вдохновляешься ну и вообще носом поводить посмотреть но так по-хорошему конечно садимся в машину и едем лида живет от нас на самом деле очень далеко нет очень близко ехать нам всего полчаса до нее вот и компот увидел что я вышла на улицу и пришел меня провожать компотик мы уезжаем а ты остаешься но за старшего тебя не могу оставить потому что саду за старшего но тут смотри контролирую ситуацию саду будет ее контролировать дома а ты будешь контролировать на улицу а мы поехали на самом деле еще смотрела если у меня микрофон на самом деле знаете почему интересно очень поехать к лиде на участок но кроме юмора там всякого да и того чтобы смотреть на чужую дачу потому что лида дизайнера дизайнер с большим вкусом который участвует модных показах в неделе моды и занимается на этим уже 10 лет и я в свое время с ней познакомилась через елену ронину через свои украшения и побывать на даче у дизайнера у человек который обладает своим взглядом своим вкусом который обычно проявляется у людей во всем вот поэтому я думаю что мы много всего интересного увидим у лиды на даче и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Блокер к блогеру приехал Снимает, снимает наш подъезд А я снимаю ее Так они друг друга и снимали Лида нам объяснила, куда поставить машину Валера пока паркуется И сейчас поставим машину и пойдем Так мы мимо хозяйки проехали А вообще, конечно, согласитесь, что это удивительный факт Что мы вот так рядом все живем И Наташа Петровская, кашпошница И Лида Бондарева И я Ну просто вообще Мы все в разное время Друг с другом познакомились Вообще в разных местах И оказалось, что мы живем Все буквально в отдалении 20 минут на машине друг от друга А от Лиды до Наташи Вообще минут 8, наверное На машине Это удивительно Но судя по всему СНТ здесь тоже такое старое Обустроенное Такое зеленое У всех тоже все цветет Вообще сейчас там был соседский забор Весь в цветах Весь Вот смотрите, я тут, видите Тыкву подглядела Тоже на заборчики вьется Какие высокие подсолнухи у кого-то стоят Обалдеть У них прямо стволы, как у деревьев Ой, и вот еще одна тыковка Тут притулилась Ну, а мы идем К нашей Лиде А вот и хозяйка Встреча дубль 2 Смотрите, какая там теплица наверху Теплица? Оранжерея Да, прям оранжерея там какая-то Точно Да ты вы что Вон там, смотрите, оранжерея какая Видите, прям наверху Я тоже не дам такую узел Мы сейчас все подсмотрим тут Ну, давай Спасибо Так интересно, так интересно все Вот здесь чувствуется такое место Старая дача Да, стародачная О, мне Посмотри, груши какие Я сразу заметила груши А какие нежного цвета Лилейнички Прелесть какая Я сразу с порога А туи Заборчик И стой Какие И очень красиво Тут и облепиха И сосна У нее растет Кедры это Это даже Представляете Кедр там у нее Это у меня Видите, мне Обихоженный Этот Жасмин Да Здесь вот какие-то камни У нее тут Набрала Цветник Наверное Делать Вот Видите, она одна В общем Кедра Сколько лет у тебя Этому кедру Он посажен был В 99-м году Муж привез С командировки С Красноярска Был Вероятно Кедрика Два погибли Они были вот такие Вот Прям буквально Малыши Малышачи такие Да, он привез там Он в командировку ездил И сколько он мог привезти Вот такие Невероятно Такой вот букетик И вырос Вот А я знаю У нас один подписчик Тоже с нами Переписывается Тоже они с женой Посадили кедры У них были шишки Но их склевали птицы Я боюсь Здесь белка Вот у нас Ну хорошо Хоть белка поест Это же тоже Ну покормить белку Это же тоже Хорошо Так Идем Мы такие сразу Бригада садоводов Огородников Сразу По растениям Начала проходиться Понимаешь Это же самая груша Которая я уговорила Не болеть Ну не Ну хотя бы Какие-то груши Я надеюсь До кондиции Все-таки А они какие По размеру Получаются Ну вот Раз в два Побольше Они такие Средненькие По размеру Они когда созревают В сентябре Да? Нет В августе Ну просто Все же Да Все сдвинулось В этом году Понятно Это тоже Такая старая У тебя груша Тоже Ну так Тоже Я прямо Веточку купила Вот наверное Размером Вот наверное Вот как вот Эта вот Веточка В 2003 году В питомнике Королевском Ну что Валерий Леонидович Нам есть К чему Стремиться Нам еще Растить И растить А вот это У нас Эндемический Лес То есть Лес Сам Рос Рос Да До Как бы До дачи Ага Понятно Ну сейчас Он был Понимше Просто Вырос Ну хорошо Такая полянка Здесь Прям получается И правда Вот эти деревья Они как-то Знаешь Делают Участок Он у тебя Хоть и не на краю леса Как у нас А за счет этих деревьев Такое ощущение Что ты где-то Вот в лесу Да Ну вообще Они как бы Разнообразные Такое получается Я хожу с тортом Это мы тебе Вообще-то принесли Торт И вот дыня Сейчас я У оператора Заберу дыню Вот Это же не ваши? Нет Это мы купили У меня тоже Вот такая выросла Да Нет У нас выросла В половину Вот этой размером Да И вкусная Очень была Вкусная Да Я просто Сейчас перешагну Далее Мне кажется Что вот В каждом саду Ну может быть С точки зрения Знаешь Хозяев Он там Не идеально сделан Как-то там Запущен С точки зрения Хозяев А с точки зрения Вот гостей Когда приезжаешь Так интересно И вот всегда Это лицо Ну какой-то Характер Человека Да Чей-то сад Потому что В саду Мы имеем Возможность Вот именно Как бы Ну творчески Тоже Развиваться И делать Какие-то свои уголки Какие-то свои Я вот Как раз Мы сюда ехали Я зрителям Говорю Что так интересно К Лиде съездить Потому что Лида человек Творческий И мы наверняка У нее Что-нибудь такое Интересное Подсмотрим Что вот именно Такое Тебя характеризует Знаешь Сад Это тоже творчество Вот как ты делал Свои украшения Твои украшения Отличались от остальных Я тоже делаю шляпы Ну как мне говорят Они Твои шляпы узнаваемые Хотя я Ну как бы Не стремлюсь Делать Это узнаваемые То же самое сад Ну вот мне нравится Очень этот стол Под яблони Так как-то Очень тепло Так уютно Я предлагаю Здесь чай пить Да Отлично Конечно Да Очень хорошо И вот мне нравится Что как раз Никаких крыш Это пространство Сделали А потому что Мне кажется Знаешь В нашей полосе Под дождем Все равно Не будешь на улице Сидеть даже В беседке Ну вот некомфортно Ну да Я согласна Ну Показывай Что-нибудь еще Интересное Теплицу Вот пойдем Смотреть теплицу Да Пошли смотреть Теплицу Для фотокрова Бывает рабочий Твой Да Отсюда Вот нравится Вот это вот Ага Вид отсюда Тебе нравится Да И прямо Очень Да Очень И вот этот Такой Знаешь Красный Кирпич И то Что Дом Вот такой Состаренный Да От осадков И под яблони Вот это крыльцо Зеленое Там герань Ну очень Очень Красивый Вид Да Получается Да Ну тут Видишь Как многие цветы Сейчас уже Отцвели Вот Вот такие Гераньки Росли Ну садовые Знаешь Это вот Эти самые Васильки Садовые Которые Ну тоже Тут сейчас Нечего Показывает Тут все Да Ну это понятно Что Смена Смена Происходит Лилейников Я смотрю Много У тебя Вот они Желтые Которые Цветут Просто Пять Ну в общем Как у нас Это Да А давно У тебя Эта дача Вы ее Как купили Это Мамин Вот на работе Здесь же Как бы институт Мамин Да Этот искусственных Волокон В восемьдесят втором Году Участки Как бы вот там Тянули Кому какие Достанутся Ну и с восемьдесят Третьего года Мы сюда Вот с лета Восемьдесят третьего Года Как раз Я заканчивала Институт Ну в общем Это такое Для тебя Душевное Историческое место Да Очень Такое Уже Семейные истории Дети твои Тут наверное Выросли Ну конечно В восемьдесят седьмой год Вот дом Был построен в восемьдесят седьмом С тех пор в нем Ничего не менялось Ой ну это очень интересно Спасибо что ты нас пригласила Но я все таки хочу В теплицу уже Конечно Как начинающий садовод Мне конечно Интересно Посмотреть Теплицы Да ладно Нет А ты же теплицу Только в этом году поставила Конечно В общем вот теплицу Лида купила Только в этом году Причем спрашивала У меня Какую теплицу И видите Взяла такой же теплицу Как и у нас Капельку Да Ну знаешь Для теплицы Которая у тебя Только в этом году Повез ты Супер мега садовод Посмотрите Какие у нее Шикарные Уже здесь Во все Огурцы И сколько Их А ты что их Не собираешь Смотрите Сколько огурцов Видите У всех не растут Огурцы А у Лиды Огурцы Растут Да нет Честно говоря Они только вот Начали расти Они как-то Да У меня кстати тоже А помидорки Какие симпатичные И такое все Аккуратненькое Замульчированное Такие щедрые Грозди Урожая висят Я же слушаю Таких садоводов Скажем Может не слишком Опытных Но Удачливых Так скажем У которых получают Да Удачливых Это верно Мульчирует Да Ой Прям хочу Сюда Зайти А здесь Смотрите Какие черрики Чудесные Каменный Цветок И смотрите Земляничка Здесь у нее Можно я Одну Земляничку Быстренько Съем Вон дынька Лида Могу тебе Сказать По своему Печальному Опыту Тебе надо Ее срочно Подвесить Во что В сетку Какую-нибудь Потому что Земляникой Почему ты не передаешь Запахи Ах Какой аромат Какой аромат Утром Могла Чего-нибудь Уже Ну тут Нет А то Она Знаешь У меня Она отделилась От куста От веса Нет Валерий Леонидович Не кондиция Я понял Сказала Я взяла Я сама И мне нравится Вот так вот Интересно Что петуния Она здесь Так для красоты Повесила И тоже Сеточку Натянула Для этих Для огурцов Да Но сеточка Я промахнулась Она слишком частая И вот мне пришлось Тут ее где-то прорвать Чтобы огурцы Сетку надо Да Такую Крупнее Но на следующий год Слушай Но помидоров Прямо шикарный урожай Валера Сними это нам Ты посмотри Это же вообще Это что за сорт такой Вот этот сорт Называется Лирика Ага Да Я кстати Слышала Такой сорт Его блогер Одна рекомендует Все время Которую Я смотрю Иногда Помидоры Очень долго Не сходили Вообще И я Как бы Сопсиханула Ну вторую партию В результате Они взошли Одновременно И те И другие Ну и вот эти Были конечно Совсем Прямо спичечками Ну совсем Я думаю Ну пусть растут Я как бы Выкинуть их Не могу Они вот что-то Ну прекрасные У тебя Они прям Все эти кусты И вот эта лирика Девочки Смотрите Какая она Плодовитая Да И какая Ну прям Очень хорошая Ну я кстати Знаешь как делала Вот как только Завязывалась И вот приходила Ну скажем Вот в какой-то Вот в такой вот Крупности Да Я нижние Все обрывала Следующая Она там Завязывалась Я обрывала Нижние Их часто Слишком Посадилась Нужно Меньше Тесные Ну не знаю Сейчас вот Они прям Выглядят Что им Очень даже Хорошо Тут И не так Уж и тесно Но шикарный Шикарный Урожай Все краснеет Как Лимиренц Лимиренц Вот у меня Знаешь Как-то в этом году Нет Помидоров Вот такого Размера У меня все Они либо прямо Гиганты Либо совсем Черри А вот еще Интересно Но они Похоже Видимо Более поздние Вот они Здесь тоже есть Называются Жигола Вот тоже Да У нас Похожая Есть Специфическая форма Да Ну тоже Шикарно Очень Очень Хороший Урожай Ты супер Садовод Лида Нет У меня был опыт Но только не в теплице Я как бы Выращивала Ну просто ты много лет Тренировалась в грунте Поэтому в теплице Тебе сразу все удалось Много лет потом Удобряла компост Удобряла Удобряла Пока наконец А вот еще одна груша Вот причем Эти груши были посажены Одновременно Но это была Прям Ну чуть покрупнее Веточка А это Вот совсем Маленькая Веточка Вот ей что-то не нравится Она вот плохо растет Она все время А они взаимоопыляют Друг друга Да Разные Да Это чижевская Чижевского А это Лада Валера Ну ты посмотри Какое большое дерево Ты представляешь Если наши две груши Которые мы сейчас Там выращиваем Разрастутся В такие деревья Я даже не представляю Как где они там У нас Поместятся Ну я ее не дают Нещадно стригу Не даю Ей разрастаться Ну вот Можжевельник 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 Тут я смотрю Фонарики А вот тут у меня Можжевельник Что можжевельник Можжевельник Хотя это тоже Туда маленькую Туда маленькую Совсем Вот такую В шестом году Посадили Я ее всячески Помечала Чтобы ее не затоптали Потому что палка Которая была К ней Вот такая палка И там вот такая Сосюночка Да Сейчас когда смотришь На такие большие деревья Даже не верится Особенно вот нам Таким начинающим Еще садоводам Которые только Все Сажают 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 В саду Что они все Когда-то вырастают Вот такими Грушами И вот такими Соснами Да У нас пока Все еще Ниже нас ростом Мы пока Над этим еще Работаем Ну очень симпатично А вот это Что за строение Мне причем нравится Очень Как мох На шифере Так это Красиво Ну это может Красиво смотрится Но вообще Это конечно Непорядок Это нужно чистить Ну я не знаю где непорядок Знаешь вот в этом непорядке Есть своя Прелесть Ну да Такой вот хозблок Какое-то тепло Мне кажется И вот дачный уют Вот в этом Да Тут когда-то стоял Старый сарай Который строили еще Я, мама Ее там Подруга И все там Знакомые нам помогали Из какого-то там Горбеля Но это был Первая половина 80-х Вот сразу Когда еще не было дома Ну вот Где-то в 2000-ом Мы его снесли И муж стал строить Ну вот Пока что Работая с кладом Понятно Ну что Давай посмотрим Крыльцо О, на крыльце Такие красивые Я все Видишь Я так Смотрите Я все Видите Парник Теплица Крыльцо Сосна Я откладываю Момент Волнительный для меня Момент Встречи со шляпами Мы вообще За шляпами В том числе Приехали И я так Вот Себя этот момент Так все откладываю Шляпы были поводом Потому что Я волнуюсь Ну я тебя понимаю От встречи с ними Предвкушения встречи с ними Я волнуюсь Ну я думаю Что будет все хорошо Я прям как-то Вот у меня есть Внутри такое ощущение Что Нормально Должно быть Все хорошо Пошли в дом Ну пойдем Вообще Вот это вот Само по себе Крыльечко Оно уже Чудесное Геране Вот знаешь Я не люблю их Но когда они у кого-то Мне очень нравятся Они такими Конечно Яркими Цветовыми Акцентами Пятнами А вот В сочетании С этим Цветом Самого крыльца Вообще Великолепно Ну цвет Конечно Не случайный Красиво Да Ну конечно В чем цвет Ну подобрала ты так Ну да Да Мне Ну как бы Мне вообще Это просто Зелень Вот такого Как бы Этого оттенка Нравится Ну а Неране на нем Очень выигрышно Да Согласна А это у тебя Черенкование происходит Ну собственно говоря Я просто обрезала Мне жалко выкидывать А я вот кстати Питунья не разу Черенковала Они так дают корни Да Вот я так ни разу Не делала Надо будет попробовать Питунья у тебя Великолепно Конечно Цветут И клематис Такой красивый Ну клематис Красивый ракурс Да Да С крылечка Хороший А дорожку вы сами Делали Да А там вот дальше Если завернуть Там даже Ну как сказать Поставлены Вот так вот Отпечатки рук Наших Ну это было давно Да Это от Наташи Петровской Значит это мои колесы У Наташи Петровской Мои колесы Видишь вот встреча Какая произошла Здравствуйте колесы Вы распространяетесь по миру Это прекрасно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Какой здесь чудесный уголок И такая милая корзинка Это с чем она у тебя Это она с побегами шиповника Да Что ты с ними делаешь Ну Немножко интригу сохраним Да Ну ладно Пока Попозже расскажешь Да Попозже Да Здесь какие-то Наверное еще детей Плюшевые игрушки Нет Это мишка Это моя игрушка Твоя Да Остальные мишки Конечно Обезьянка Это уже детские И здесь калаш из фотографий всякие Ну да И мои фотографии И просто там какие-то вот из календариков Например вот это вырезано Очень красивое Тоже очень так мило Подачную О Смотрите какая лестница Ну да Я просто вообще фанат кино Очень колорит Такого классического У тебя прям знаешь Такая классическая Вот старая дача Как вот Я думаю что сейчас все зрители Просто ностальгируют Половички Кресло-качалка Вот это лестница с тарелочками Такой абажурчик Ну просто чудесно Чудесно И мне нравится как-то вот Окна такие Как терраса Да Да Окна такие Очень На старых дачах Такие окошечки Рассказ Такой раскладочкой И букет Вот этот засушенный Но он очень Ваши тут смотрите Гординка с яблоками И здесь смотрите У лестницы на второй этаж Еще такой тоже есть уголок Полочки И шляпы Да Но я даже не столько Про шляпы Шляпы появились позже А я хочу рассказать Про эту инсталляцию Это когда-то мама Сделала эти полки Для такой коллекции камней Она же детство свое провела В Хибинах И там Это вообще такой уникальный край Там 85 минералов Было открыто в Хибинах Которые раньше Просто-напросто не знали вообще Они были открыты Ну то есть там такой Минералогический рай Можно сказать И я была влюблена в камни И мама И мама сделала вот это вот Прям все это выпилила Ну это Покрыла лаком Но не случилось С этими камнями Мы привезли сюда на дачу Уже дача была И тут стояли просто Разные разноцветные Пивные банки Хотя никто пиво не пил Но вот что-то как-то Они тут Где-то там Не знаю Накопились Вот Я короче говоря Эти все банки Выбросила И сделала такое Знаете Время такое Здесь вот старые будильники Разного времени И фотографии Такие артефакты Это вот там Соска младшего сына Это еще моя игрушка Тоже с соской Такой резиновый мишка Вот там моя сумочка детская Тоже вот там с куколкой В общем это такой уголок воспоминаний Да И напоминание о том Что время оно идет Да Время идет Да А ботиночки Это мои пинеточки Потрясающе Они были вот на том мишке На том мишке Который вот там На диванчике сидит Ну а потом просто как-то Вот одна шляпа Здесь притулилась Вторая И я подумала Что ну как бы хорошо Им тут такое У всех все разное При этом такое Теплое и душевное Вот этим мне нравятся Старые дачи И это конечно Их прелесть Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот мы только собрались пить чай И тут представляете И тут представляете Выглянуло солнышко И все стало совсем по-другому Намного радостней Мы купили Прагу Как тебе торт А вот пока же Как раз ты ходила То Лидия сказала Что это Как раз ее самое любимое Я сама иногда Ну прям стараюсь Конечно Сдерживать Вот Но Время от времени Я себя балую Покупаю Прагу Вот прям такую вот Маленькую Я кого-нибудь там Угощаю Или крестный Несу кусочек Ну вот видишь А мы колебались В магазине Был выбор И я говорю Нет, давай все-таки Возьмем Прагу Это беспроигрышный вариант И мы так и поступили Так, и дыню Да? Да, ну Дыню Не знаю Можно попозже Ну давай попозже Сразу Да? Давай сразу Салфетку Салфетку? А потечет, да? Потому что я в детстве ездила Не воспринимаешь свою дачу Как старую? Нет, не воспринимаю Как старую Я в детстве ездила На дачу К маминой подруге У них во Внуково Была дача Где-то, наверное, сначала Пятидесятых Или с конца сороковых Вот в моем представлении Вот старые дачи Этой цвет А наши такие Ну среднего Как бы Хотя тоже уже Практически Почти сорок лет А мне вот Она прям напоминает Дачу моей бабушки В Покровке В которой я была В детстве Вот прям Похоже Но у нас, правда Дом был не кирпичный А дедушка Его сколотил Там Ну, в общем Из того, что было Из того, что нашел Знаешь Даша, ты садись Вот Ну, поглубже Туда А то ты садишь Сидишь на самом крае Да, да Хорошо, конечно Спасибо Твоя дыня была слаще Да Да Прекрасно У нас тут все Так что Ты просто молодец Спасибо Лида Ну расскажи Ты про какой-то чай Интригуешь меня Уже два дня Про свой чай Как бы За что боролись Я учу Я тренируюсь Это ты нам его уже заварила? Конечно Заварила еще Когда вы ехали Заварила специально в двух Ну, не знаю Я так рекламирую Надеюсь, что он Ну, вот и здесь И здесь Да Потому что я вчера, например Вот села и выпила Весь чайник одна С ума сойти Ну, ты рассказывай С чего этот чай? Сейчас рассказываю Значит, в тринадцатом году Я меняла забор Там, где въездная часть А у нас И до сих пор Растет в том углу Вот в том уголке Растет шиповник Растет шиповник Который тут рос Еще до дач Да У нас тоже Так вот было Мамина подруга Когда Ну, у нее был свой дом И когда вот она Приезжала помогать Она сказала Этот шиповник Оставь обязательно Маме Он какой? Розовый, белый? Ну, лесной шиповник Нет, ну, розовые цветочки Ну, розовые цветочки Не махровые такие Нет, нет Лесной Он лесной Да, то есть Ну, вот И когда строили забор Его Это было начало июля Его, ну, весь срубили И А я тогда У меня был период Когда я увлекалась Аюрведой Вот всеми этими делами И я знала Что растение розы Ну, это же роза Оно все благородно Вот все благостно даже По-аюрведически То есть считается у него И цветки И стебли И листья И корни Все оно как бы Очень такое хорошее Очень благостное растение И вот здесь вот так Говорят Нет, не выкидывайте Вот такая вот куча На этом газоне Лежала вот Прям вот этого А еще, знаете, с начала июля Он такой сочный Такой прям Я смотрела, смотрела Думала, если оно все благостное Ну, возьму Я вот эти вот Все стебли Как бы нарежу Корзиночку Помнишь? Да И посушу И я разложила Весь вот это вот Обрезала И разложила на всех Вот, ну, там Какие были подносы дома Я везде И разложила Его было много По всему дому И у меня был еще Тот младший сын На другое утро Мы просыпаемся Дом полон благоухания Вот такой вот Приятный запах Вот не такой, как бывает Когда цветок розы Он потом плохо пахнет Да А тут вот прямо Благоухание какое И я говорю Кость, ну что Давай заварим чай Мы заварили чай И с тех пор Мы фанаты этого чая Вот просто побеги Шиповника Свежие этого года Вот они дают Это удивительно Изумительный Вообще вкус Не похож ни на что Уже хочется попробовать Млебай За чай из шиповника А, понял Через этот момент Нет, на самом деле Я вот этот просто чайник Не очень удачный Я боюсь, что будет С носика литься Думаю, может быть Да, да Поэтому повесила А нет, ничего Видите, вот льется Да, в момент Когда обратно его Посмотрите, какой цвет А как надо Полную чашку Или чуть-чуть Ну, мне кажется Можно Можно Больше половины налить Этого Тогда будет теплый Он же не горячий Ну, как не горячий Горячий Вот я прямо Пока вы ехали Я его заваривала Ну, сколько? Ну, полчаса ему Ну, мы сейчас вот этим разбаем Ну, попробуй Посмотрите, какой цвет Даем пробовать эксперту Надо сначала попробовать так Здесь ничего нет Только вот он Шиповник Да Ну, что сказать Как в детстве Детей этот Им надо пить Отварчив Лечебный Отварчив Да что вы Я вообще лечебного Ничего не чувствую Для меня вот прям вот Тонизирующий Они вот любят Вот эти все чаи Травяные Которые Которые лечебные Мне знаете, чем нравится Вот я в нем Не чувствую совершенно Вот этого травяного ничего Вот обычно Вот так А разве И не может быть травяного Это же шиповник У нас тут шиповник Да, да Вот того, что когда Отличная вещь Если что, сахарка добавить Вообще просто Сахарка добавить? Сахарка дома оставили Нет, сейчас принесу Тогда Да Не, не, не У нас же торт Нормальный у нас торт Не надо сахарка Не надо? Нет Значит, что Ну, я Короче, я Как бы Настой шиповника Это Это не того шиповника Который все думают Что ягоды Когда я говорю шиповника Это же не ягоды Трава Побеги Побеги А запах настоящего шиповника Можно я тоже попробую А тут у меня прям заинтриговал И А какой цвет Вот Как бы Там ничего нету Кроме шиповника А мне нравится прям Я люблю такое А мне тоже так нравится Я бы посоветовал Его настаивать В термосе Кипяточком заливать Он точно Он точно Хорошо будет в термосе Он там настаивается И потом наливаешь В термосе Он тогда горячий Вот А тут уже остыл немножко Я просто не знаю Сейчас мы разбавим Сейчас мы тогда не будем Мы, наверное, можем Прямо туда кипяток налить В чайник Да, сейчас Делаем это сольем Вот он, кстати говоря Очень хорошо Переносит долив То есть Его можно долить Спокойно Но ты дыни попробовала Как дыни Я еще не пробовала Да Дыня Не очень сладкая Угу Поверьте Хорошо с ветчиной Такую? Угу Ну с хамоном Знаешь, так по-испански Угу Сейчас он еще Постоит Давайте эту кружечку Сюда подставим Для меня Так скажем Не чай Потому Для болгаров Это чай Для меня Может, у тебя болгарка была в прошлой жизни? А? Может, у тебя болгарка в прошлой жизни? Для меня чай Это Для кавказского человека Это Крепкий, во-первых Чай Черный У меня есть еще один чайник Могу заварить Прям крепкий черный Привезла прямо сейчас Крепкий черный Можно Добавляешь чуть-чуть чабреца Чабреца вот, к сожалению, нету И вот этот Ну что, заварить Крепкий черный? Ну мне вот это Не, мы сегодня будем Будем пить В гостях Будем пить Чем у нас Дома черный Почует хозяйка Это мы просто Рассуждаем над тем Как вы имел чайник Вот прямо честно говоря Например, когда мы были В гостях У Партийная кличка Кашкошница Это же Наташа Вот А Слава Он тоже С Азербайджану И он угощал Турецким чаем Он мне сегодня тоже угощал Турецким чаем Турецкий чай оказалось бы Такой Не очень Но как они приготовили Это просто шедевр Ну поскольку Он уже Тоже такой Так у нас вкусы Совпадают Да Мне очень И вот пожалуйста А вот еще один чай Солнышко Такой прямо Смотрите какой цвет Прям да Вот это же просто Шиповник Неожиданный Я вот как бы Никогда бы не подумала Что шиповник Может дать вот такой цвет Так Это тебе Давайте Давайте Вот даже Есть такая штучка Либо принесла Тарелочки Пока Подождите Подождите А я принесла Все Это самое Давайте Вот туда Сложу Да Давайте Вот И тарелочки освободятся Можно рукой Придержать Вот так Отлично Ох Прямо он Такой сочный Да Торт прям Свежий Торт Вообще Мечта Красава Придерживаем Придерживаем И вот он такой Мокренький Вот как вот Да То что нужно Да 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 Прекрасно Еще нам с погодой повезло И солнце не жарит И дождя нету Да Ну ты вот тут Такой душающей жары Вот которая была Было конечно жарко Да Сейчас я вернусь в город И как раз опять начнется жара А сейчас должна быть опять жара Да Ну не такая Может не 30 градусов Ну 26-27 Какой дождь вчера был Ну-ка попробуем пауча Да Надо пробовать Вот так Чтобы все было Вместе Торт замечательный Торт вкуснейший Да Прелесть Порадовал Вот прям вот Любимейший вообще У меня подружка работает В институте У Бабайской фабрики Там вот Где верхняя Ну знаешь Тем более С того района А я к ней как-то Заезжала там Вот прямо пахнет Тортом Прага Прям вот этот шоколадный Такой вот Прямо детством пахнет Ну все-таки Ну все-таки сейчас Ну как бы Много кто делает Производители Прагу Ну вот Я считаю Такую вот у Палыча Она удачная Удачная Да Ну вообще у Палыча Практически Ну я не все Каши вот торты Пробовала Но вот Киевский Прям изумительный Торт Ну вот Последний Наверное Я Где-то Может раз в полгода Я покупаю Вот этот торт В основном Я вот Прагу покупаю Потому что Мне больше всего нравится Вообще все Которые Пробовала Прям все вкусные А вот Кстати В сочетании С этим чаем Да Какой-то прямо Мне вот Нравится Я у него Чувствую В этом чаем Какую-то Такую легкую Терпкость Вот я не чувствую Даже вот Мята Смородина Малина Вот у них все-таки Хотя тоже Это же не трава Да Все равно У них есть Вот присутствие Вот этого Какого-то Немножко сена Вот здесь Я этого сена Не чувствую совсем Нет Согласна Да Очень интересно Приятный Во всех отношениях А я Все Мы пьем чай А я сижу И предвкушение Шляп Ух Ух Субтитры делал DimaTorzok Мы попили чай, и Лида сейчас уже прибирает, и будем мерить шляпой, наконец-то! Сейчас 6 вечера, смотрите, какое солнышко выглянуло, небо немножко распогодилось. Помните, мы когда сюда ехали, такие тучи были прям серые, такое небо тяжелое. А сейчас чудесное солнышко все им осветилось, совсем по-другому выглядит. Красота! Дачная красота! Но вот эта вот сама композиция Лида с крылечком такого цвета и красными геранями, вот здесь флоксами, ну это просто картинка. Очень мне нравится. Я еще недели у меня не была, где-то 10 дней назад я просила. Так красиво все было, вот эти, прямо ровненько. И стояли эти горшки цветные. Ну просто вообще настолько душа радовалась невозможно. Еще было что-то тут цвело. Что-то сейчас уже, что отцвело, сейчас забыла. Что-то тут было такое еще цветное. О, даже бузина у тебя тут. Красиво. А вот эта беленькая Лида, это что такое? Я что-то не знаю, вот это. Я забыла, как это называется. Нет, не вербеник. Вербеник он там желтый. Да, а я вообще не знаю, что это такое. Интересно. Еще мне нравится вот эта форма окна, она такая. Да. Прямо вот эти вот маленькие такие разделенные окошечки. Да, это прямо вот у этих разделенных окошечков, прям вид дачи сразу. Это такая стародачная, вот эта форма. Да. Уже даже когда мама покупала вот эти вот, это уже было стародачное. Ага. Ну вот, а ты говоришь, что это у тебя со старой дачей не ассоциируется. У нас-то, конечно, она уже, наша дача имитирует стародачную. Потому что наша уже как бы в 80-х годах. Ну да, вот наше тоже у нас товарищество 80-го года как раз. Я так и поняла, по виду ваших вот улиц там и домов сами. Ну да, у меня у бабушки с дедушкой, конечно, все это было где-то конец 40-х. Вот. Потому что моя мама выросла на этой даче, вот, которой моей бабушке дача. Да, да, вот и я так же вот эти дачи того времени воспринимаю как вот настоящие. А наши уже светлые. Ага. Торжественный момент. О! Я пока тут снимала цветы. А тут-то случился и торжественный момент. Занавес открывается. И на подиум выходит дизайнер шляп с шляпами. Та-да-дам! Шляпы появляются. И шляпы появляются. Ну, надо мерить тогда прямо можно здесь. Это крыльцо будет подиумом. А ты не специально это платье все одела, чтобы с шляпкой... Конечно, конечно. Она же еще там у вас мерила, хотела сделать, но не успела. Вот, и она сказала, вот, конечно, все дело в этом цвете. Да, да. Во-первых, он Таши очень хороший. Во-вторых, я его очень люблю. Это очень волнительно. А Факир покажет зрителям, как она держится на боку? Да, сейчас нам все покажут, научат. Не сразу, не сразу. Валера, ты представляешь, здесь находятся мои колиусы, которые я дала Наташе Петровской. Она их очеренковала, уже вырастила этим летом и дала Лидии. Представляешь, это у нас такие, они как этот... Пущества колиусы. Очень красивые. Да. Кстати, Наташа Петровская ровно на полдороге от меня к вам. Да? Да, ну да, мы же у нее были, да. Три, четыре, поехали. Давай. Ну что? Мэри Поппинс. Ну как? Сейчас, а то я так все-таки должна... А какое блаженство, значит, что вы совершенство, значит, что вы идеал. Давай, давай. Ой, прекрасуешь. Да, красивый образ. Ну как? Мастеру. Мне кажется, очень хорошо. Отлично. Так, надо пройтись, пройтись сюда. Пройтись. Проходочка, проходочка. Да, проходочка такая. Я иду. Я даже посмотрю. Смотрю на цветы. Видишь, я не случайно тоже вот это делала. Да, чтобы мы сочетались. Но самое интересное, что, в отличие от вас всех, я-то себя не вижу. Как вам вообще? Ну, по-моему, очень хорошо. Пожалуйста, ты можешь переключить треть на себя. Ну, Валера, я хочу посмотреть на себя твоими глазами. Как ты вообще считаешь, вот жена твоя в такой шляпке с тобой по улице идет, как тебе? Мне кажется, я не знаю, что вообще. Да? Да, ты как раз в своем образе, да? Люди не будут пугаться в Александрове? Нет. Мне кажется, я буду, они будут говорить, вы видели, там в шляпе одна ходит? Нет. Они не так не будут говорить. Нет, они не так не будут говорить. Я видел вообще так, как женщина. Они, во-первых, посмотри, как здесь подобрано. Почему женщины не носят шляпку? Будут так говорили? Посмотри, какая вот эта вот серебряная штука, какой бантик красивый. Какая вот эта вот точно выведена. Я думала, чем, ну, как бы, каким цветом оделать. У меня сначала была, ну, вот, как бы беленькие, беленькие. Простоватые. Вот это, да? Ты имеешь в виду? Простовато, с белым. Не хотелось вот этой простоты. Хотелось какого-то вот такого вот негромкого изыска такого. Знаете, ты согласен с моим выбором, Валерия? Я хорошую себе шляпу выбрала при всем богатстве Лидиных вариантов. Да. Она мне подходит? Тебе подходит. Очень подходит. У Лидии на любого человека, мне кажется, женщины найдется. Да, наверное, и на мужчину. Да, и на мужчину. Она просто у меня какого-то. Да, найдется вот свой вариант. У меня столько моделей. Просто море. Ну, то, как я себя сейчас увидела в камере, мне нравится. Мне, конечно, надо осмелеть, чтобы в ней ходить. Да, еще, еще вот так. Вот. Вот так, да. Ну, ты знаешь, что... Держится она там резинкой. Вот, видите? Вот резинка. Секрет. Ну, вот. У меня столько волшебных слухов, и она держится. Ну, что? Ну, что? Я довольна, могу сказать. Нет, ничего. Ну, Лида, если я поеду на твой показ в Москву, конечно, я поеду в своей шляпе. Обязательно. Люди в электричке, конечно, немножко удивятся. Нет. Но зато по Москве я буду ходить гордо. Я тебя уверяю, что люди в электричке будут просто... Они тебя запомнят. На всю жизнь. Не на всю жизнь, но на ближайшие дни точно. Не забывается такое никогда. Нет, ну это красиво. Знаешь, как мне подружка одна написала, кстати, недавно в телеграмме. Люди очень... Они даже не осознают, насколько они соскучились по красоте. И когда они вот это видят, вот, у них вот это вот... Они испытывают прям благодарность и восторг на самом деле. Ну вот. Ну что, давайте мерить вторую. Вы, пожалуйста, мне напишите в комментариях, потому что я правда очень нервничаю. Вот, например, если бы вы в вашем городе встретили идущую по улице вот такую вот мадам в шляпке, что бы вы подумали? Как вот на ваш взгляд это нормально смотрится? Я все понимаю, что это все красиво, мне нравится, элегантно, мне кажется, мне идет. Вот. Но просто у нас настолько вот как-то люди не привыкли к шляпам, поэтому их это удивляет. У меня вот это слово крутится, ты вот сказала. Это просто непривычно. То есть для них это какой-то театральный образ. Вот так. Слушайте, ну по сравнению с тем, что люди... Вот смотрите, насколько все-таки вот психология важна, да? Люди разрисовывают свои тела. Чего только сейчас красит волосы в разноцветный цвет. Причем в такой, ну совсем уже вот, ну как бы синтетический какой-то. И ничего. Люди ходят с розовыми, там не знаю... С оранжевыми, зелеными, синими. Синими, розовыми. Причем такими синими не как слегка, а вот конкретно. Вот. И как бы ну ничего. Ну, мне кажется, что шляпа как-то шляпе можно. Я себя, конечно, очень гармонично ощущаю, я вам хочу сказать. Ну, я тебе говорю, что ты будешь про нее забывать. Вот будешь не носить и будешь даже забывать, что она тема была. Так, ну что, теперь меряем вторую. У меня же две шляпы. Куда я вторую-то делаю? Так, я ее снимаю. Так, чуть-чуть назад. И резинка, да? И хорошо, что ты вот сделала бантик вот именно с правой стороны мне. Вот мне вот комфортно именно с этой стороны, чтобы он был. А я помню, что ты именно так прикладывала ту вот... Вот так вот я как-то себя не чувствую. У меня просто пробор на эту сторону, поэтому я вот так. В общем, вот так. Ты помнишь, я по-моему, тебя даже спрашиваю, с какой стороны? Да, да, ты мне звонил, прямо уточнял. Так, ну что? Совсем другой характер. Да? Да, сразу хочется сразу так. Там хотелось вот так, а я хочется вот так. Нет, нет, нет. Здесь надо, здесь надо, здесь надо, здесь надо, здесь по-другому. Валера! Вот это у меня под куртку в том числе. Как вам? Мне кажется, что должно быть хорошо с курткой. Я опять себя не вижу. Хорошо, что вот даже этот синий, это хорошо, что не совпадает. Это интереснее. Угу. Когда вот много, прям там, до оттенка прям, чтобы совпадало, ой, мне вот такой вот, у меня немножко пальто вот. Нет, не надо. Хорошо, когда цвет немножко гуляет. Когда гуляет, в этом есть как-то элемент свободы, элемент вот этого воздуха. То есть, ну как бы, это не то, что человек там скрупулезно, нет вот этой скрупулезности, от этого напряга. А если так человек оделся, а смотрится гармонично. Ну как бы. Так, а давай вот так вот, как-то ты вот так еще надела. Самое интересное, вы знаете, что я вам хочу сказать? Что вот все-таки есть у нас определенные установки в голове. Мне лично органичнее вот в той шляпе. Я в той шляпе ощущаю себя собой. Она мне подходит ну как-то по характеру, по внутреннему какому-то моему состоянию, по образу. Но я немного стесняюсь в ней выходить в люди, потому что я понимаю, что для людей это непривычно. Что касается этой шляпы, то здесь полностью наоборот. Это, конечно, по характеру не моя шляпа вообще. Но я ее взяла, потому что я понимаю, что в ней, в люди ходить более привычно для людей, а не для меня. И ну ее можно там и с джинсами, да, с какими-то большими гулять. Нет, это патажно, но это только вот в наших головах. Да, вот такие вот установки есть у нас в голове. Поэтому, мои дорогие зрители, в ближайшее время, а мы специально, Лида, торопилась, спасибо тебе большое, чтобы все-таки это летние шляпы. И, кстати, как мне сказала Лида, шляпы из соломки, их, кстати, нельзя мочить. Я думаю, что тоже много кто об этом не подозревает. Что они не должны попадать под дождь. Поэтому носить их можно только летом в хорошую погоду. Хорошая погода уже тут осталось не так много. Поэтому в ближайшем будущем я буду носить эти шляпы и рассказывать вам, как на меня будут реагировать люди. Нет, их надо просто носить. На самом деле, даже помня о том, что ты людям даришь хорошее настроение и компенсируешь их потребность в красоте. Людям хочется видеть красивых людей. Не хочется с зелеными волосами, на самом деле. Нет, ну можно, конечно, зеленые волосы тоже. Ну, понятие у красоты, может быть, у всех разное. Конечно, ну, как бы есть вот, есть какие-то там пряности, да, вот их немножко даже, перчинка. А есть какие-то вот какие-то потребности вот ежедневные. Вот красота и гармония – это ежедневные потребности. А какой-то эпатаж, его должно быть немножко. Вот здесь вот как раз, я считаю, шляпа из области гармонии. То, в которой нуждается душа. Ну, а теперь спросим мнение главного эксперта. Что ты думаешь по поводу этой шляпы? Ну, конечно. Собственно говоря, для кого все это… Голос за кадром. Здравствуйте, все наши. Да вот и уже весь выпуск. Значит, что скажет мужчина своим непрофессиональным взглядом? Если дорогие девушки, женщины, мамы, сестры, я вам хочу сказать… Я верну мужчину в кадр. Да. Ну, скажи нам. Да, в тесне у Мэри Поппин споется, а какое… Или к ней обращается. А какое блаженство – значит, что вы совершенство, значит, что вы идеал. Вот хотите быть совершенством и идеалом – носите шляпы. Ну, ты какая лучше-то? Шляпа отдельная от человека. От его характера. Не существует. Да. Понимаете? Вот поэтому нельзя сказать, какая лучше. Что у нас у этого это? Какая лучше, какая хуже. Но тебе какая она мне больше нравится? В какой из этих шляп я для тебя я? И той, и другой. Да? Да, конечно. И еще тебе подошли все шляпы, которые Лидия предлагала. Мне очень и другие понравились. И которая модель, как она называется, особенно… Какая-то… Голубая вот с такими, да, загнутыми? Голубая вот этот, вот, и любые другие. Вот, например, это, я тебе скажу, надо не так, какая тебе, это, как будто ты выбрала одну шляпу на всю жизнь и на все случаи жизни. Я только начинаю, вхожу во вкус. Слушай, у женщин вот это вот, чтобы подо все, вот это не надо, понимаешь? Кстати, какой у меня муж. Не надо. Вот это… Ну, то есть мы купим мне еще пять шляп, да? Солнечный день, солнечный день, и тебе захочется от солнца как-то укрыть голову, ты и работаешь, бывает, в саду, и снимаешь, тебе люди хотят видеть красиво, и на улице идешь, одевай эту, захочешь, у тебя больше игривое настроение такое, когда тебе душа там поет, и вот оденешь такую шляпку, как вот эта мятка. Ну, в общем, ты рад, что у меня теперь есть шляпки? Конечно, не переживай. На самом деле, вот вы можете записать, сейчас, скажите, мысль потеряла, потеряла, потеряла молодую, сейчас найду, сейчас найду. Пока вот так, Валера, речь, это самое… Ну да, а что, 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 чтобы было? Я не переживаю, что подо все, ты что, я же дизайнер украшений, я наоборот, людям говорю, что им надо разные украшения покупать, чтобы подо все нельзя. А вот я что-то хотела сказать, что у меня так сложилось, что это лето, я вот как бы себе не успела. Я успела сделать такую шляпу, честно говоря, у меня прямо ощущение, что у меня лето вот как-то неполноценно. Прошло мимо? Ну, в каком-то смысле, в том числе, я себя как бы не А у меня нет, я теперь вот в шляпе. Чего-то мне вот… Это лето, вот как бы мне приходится терпеть, а я отлюблю. Да. Я отлюблю отсутствие шляпы. Ну вот, видишь, мы еще так не привыкли к шляпам, но у нас все впереди. Хочу сказать тебе большое спасибо, вам хочу сказать большое спасибо, что вы с нами провели этот чудесный вечер практически, летний вечер. В описании к этому видео будет ссылка на страничку, да, на ярмарке мастеров, где есть шляпа Лидии Бондаревой, и может быть и вы захотите… Не просто Лидии Бондаревой, а мастера, мастера, шляпных дел мастера, да, шляпные феи Лидии Бондаревой. Те, кто сомневается в этом, поезжайте, если есть возможность сейчас, в Италию, посмотрите, там очень много людей носят шляпы, и женщины, и мужчины, и вы увидите, сравните и поймете, что вот с нами рядом сегодня такой вот мастер, таких вот… Да, редкий, редкий мастер. Такого полета, который может делать такие вещи. Ну, а мне повезло, у меня уже есть две шляпы от Лидии Бондаревой, заходите в на ярмарку мастеров и, может быть, тоже решитесь приобрести себе шляпу. И это не просто шляпы, это счастливые шляпы. С вами была Таша Муляр, Лидия Бондарева, Валерий Муляр и все-все мы. Счастливые и правильные. Да, счастливые и правильные шляпы. Пока-пока, до новых встреч на канале. Ждем ваши отзывы и комментарии. Мы поехали гулять в Сергеев-Пасад. Я вот здесь в своем новом образе хочу показать, как на ваш взгляд проходит все или нет. Мне кажется, что хорошо. И сумка как-то в тему, и куртка, и шляпка, и платье, и даже мои золотые ботиночки. По-моему, все очень хорошо получилось. Я уже, знаете, вхожу в образ, чувствую себя органично. Даже сейчас мы там заходили в одно место, там зеркало было, я даже так посмотрела, видите, локон выпустила. Ну, в общем, уже прямо иду, знаете, собой любуюсь. Вот, так что спасибо вам за поддержку, а больше всего спасибо моему мужу и, конечно, Лидии за то, что... В общем, у меня теперь такая шляпка. Валерочка, ты там по ходу, когда снимаешь, там вот есть этот значок, где можно фотографию делать, ты там по ходу, будут какие-то моменты, например, когда мы там говорим или что-то делаем, ты там нам фотографии... Где мы особенно красивые. Нет, где мы в действии, ну, чтобы на обложку. Ну, Валера все знает, нам потом обложка нужна, да? Еще раз, стой, стой, стой. Чтобы, знаешь, был домик на фоне, там, домик на фоне, и мы такие, давай, вот так вот, давай, делай так вот. Давай, говори, Таша, вставай. Сейчас, секунду, же я соображаю, как трое на фоне. Сейчас, секунду, вот так. Субтитры сделал DimaTorzok